Место не вымолится. Заходите сюда. Видите, у нас здесь святые изображения, между ними надписи из Священного Писания. Видите как? Вы хорошо видите? Нормально. Это я и вижу. То, что по Господу от Господа я все вижу. Хорошо, пройдемте. У нас везде места, там рождественское приступление, чтоб стояли и знали как пить, пройдемте дальше. Здесь у нас глухонимые, целая группа. Это для них все переписано, все богослужение. Вот видите, это большие книги, все переписано крупно, чтобы они могли, знающие им показывают. Это все богослужение, утреннее, вечернее, постовое все. Хорошо. И он показывает указ, он слышащий показывает им. А где проповеди, то у нас люди знающие им показывают. Низкий поклон вам передают. От Валентины Павловны, от Натальи Васильевны. Низкий поклон просили вам передать. Я разговаривала. Пойдемте сюда. Вот. А это у нас центральная часть. Здесь Лерас. Здесь поют. Это алтарь. Сбоку можно посмотреть. Потом мы пойдем туда беседовать. У нас здесь лежит Евангелие. Вот. Здесь у нас. А это алтарь. Посмотрите сюда, там, видите, с бочка. Гляну в престол. У батюшки я, когда он приезжает, тут. Я-то щитец. Рукоположен, чтобы можно было проповедь сделать. Так, уходим. Пойдемте. У нас тарелка и не ходит, а у добровольных ящиков висит, кто желает. Пойдемте. Я дуяду секундочку. Потому что мы узнали в виду, что мы обходимся без этого. В 15 лет у нас никогда тарелка не появлялась. Ну, а тут, вчера у нас тут детский концерт был. Видите, тут полотно такое с Рождеством Христовым. И также везде надписи Священного Писания. Видите, как. Это трапезная. Понятно. Здесь у нас отдельно помещение для детей. Здесь батюшкина комната, когда он приезжает. Вот. Мы сейчас здесь сядем и побеседуем у них. Это вот книги. Все книги, какие у меня вышли. Вот. Вот они все здесь. Это второе издание вышло. Это тоже вторым изданием сейчас вышло. Было тысяча, а три тысячи в три раза больше. И Новый Завет. Подойдите, Пав, покажу вам. Вот Новый Завет. Вот это тоже переизданное. Теперь мы почти два года раскрашивали бестовые дары. Теперь все цветные фотографии. У меня без цветных фотографий. Вот. Теперь все цветные фотографии. И, ну, видите, как издана она, ребята. Вот эти три книги и до слова Божьего нет. Это пост на подарок патриарту Кириллу, Путину, Медведеву. И где-то в общей сложности примерно 150 священников получили от меня в дар. Есть. Вот мы нынче ездили. Это 38 книг. Мы проехали 240 городов и сел. В библиотеке, где я подарил. Мы подарили нынче Пикапиде на 3 миллиона 150 тысяч. Проехали три месяца, одну неделю были. Начиная от Москвы и до Владивостока проехали. Очень было непросто. Очень даже. Ну, Бог миловал. Проехали. Сейчас вот я в интернете. Отзывы приходят в библиотеки. Они выставляют материалы. Это вот этот 20 том. Это мои беседы с Арестатом Мениным. Их нигде в мире нету. Нигде. Потому что это наши личные с ним беседы. Мои вопросы к нему. Его ответы. Вот. Присаживайтесь сюда. Проходите. С 20 тома еще пока не дошел. Ну, это вот. Вот тридцатый тон последний. Вот. Тридцатый я прочел. Пятнадцатый. Ну, короче говоря, так это. Девять томов спереди. И сейчас у меня двадцать восьмой в работе. Так. А расскажите немножко цель вашего прихода. Цель моего прихода просто с вами познакомиться. Очень хотелось познакомиться. Как вы считаете, мы можем быть полезны друг для друга? Ну, я считаю, что да. Потому что вот все, что здесь, все ложится сюда. Потому что Христос в душе. И оно все ложится хорошо. А вы мне письма не писали, нет? Я вам написал письмо с фотографией. А что вы в нем написали в письме? Ну, я написал немножечко так, чтобы людям полегче было. Вы все время говорите там, уйду, уйду. Ну, и они тоже говорят, ну, как это? Уйдешь, вот что с нами будет? А я конкретно ему ответил, что Господь усмотрит. Об этом и речи никакой нет. Мы говорим, что может и лучше будет. Нет. Насчет лучше сложного вопроса. А почему этот вопрос вас так затронул? Да меня затронул почему? Потому что как-то, если человек вот глубоко верует, да? Ну да. Глубоко верует. Для него не должно быть авторитета, кроме Иисуса Христа. Ну? Бог, все. Остальное то, что дает там, ну, типа как наставников, учителей. И эти книги, насколько я понял, написаны духом святым. Это даже не обсуждается. Поэтому должны верить, что, значит, утешителя посылает Бог. Посылает в братья Игнатия. Значит, пошлют в ком-то другом. И так далее. Вопросов нету. Понятно, что из Священного Писания мы видим. Люди сделали большой плач по смерти Стефана, когда побили. Но никто не знал, что на его крови выйдет апостол Павел во сколько раз больше. И, прощаясь с Павлом, падали на шею и целовали. Это естественно Златоуст говорит. И, прощаясь со Златоустом, весь город рыдал. Представляешь, что они его теряют, не зная, кто же теперь будет. И жития святых все этим переполнены. И поэтому мнение людей о том, а как мы будем, это естественно. Это люди, которые все пришли через меня. Вот община вся. Это на занятиях в университетах, там разных учреждениях где-то. И вопрос их естественный. А если не будет батюшки, мы ставим этот вопрос. Ставим этот вопрос и показываем, что ничего вы не теряете. Апостол Павел для меня, говорит, желание разрешиться быть со Христом, но для вас лучше, если я с вами останусь. Потому что пока я с вами, я отвечаю на вопросы. Главный удар приходится на меня. То есть я впереди всегда, все время стою. Это со священниками, с епархией, с властями где-то. Первый удар приходится всегда по мне и по моим книгам. А здесь только искры летят, когда приходят. Здесь разные власти бывают, отовсюду приезжают люди. Я не пойму, почему он вопрос вас так болезненно тронул-то этот. Тем более, вы никакого отношения не имеете к тому, буду я живой или не живой. Дело в том, мне хотелось бы, чтобы вот сколько вы вложили в этих людей, сколько вложили. И чтобы они поняли, что есть продолжение. То есть это не то, что Господь дал брата Игнатия, ушел брат Игнатий и ничего нет. Да об этом речь нужно один раз, когда разговор шел. Вот, только сейчас обо чем мы говорили. Что правильно говорите, что может быть еще большего пришлет Господь. Естественно. Это, кто бы сомневался в этом. И поэтому раздрай вот этот меня очень тронул. Почему? Если бы, например, я был здесь, к примеру, в этой крестодвиженской общине, к примеру, в Потеряевке и так далее. Я бы такого вопроса не ставил. Вот чем все зависит. Если вы настолько сильный и знаете. Нет, нет. У человека естественно вопрос. Слабый и немощный, это понятно. Но дело в том, что я знаю. Вот я написал, что вот этого хватит до второго пришествия Христа. Больше, по идее, вообще ничего писать не надо в России. Напишет кто-то еще больше, но вряд ли я сомневаюсь в этом. С Богом. Пусть будет это хорошо. Но тут настолько растолкованная. Настолько пища, даже не молочная, а еще, даже еще жиже, чем молоко, которым питал, как говорил апостол Павел. Все разжевано. Все разжевано. Вот живи только, читай. Но читать нужно, пропуская через сердце. Через сердце. Быть со Христом. И слушать то, что конкретно говорит брат Игнатий. Потому что я смотрю там и маленько у отца и Акима там какие-то. Ну, это его дела там. Туда подвижки, сюда подвижки. Каждый человек индивидуален. Это понятно. А что у отца Акима? Ну, вы пишите, что он там сопротивляется и так далее. По идее проповедь. Вот по мне, например, богослужение, как вы пишете, одна десятая, девять десятых проповедь должна быть. Проповедь обязательно. Нет беспроповеди, нет евангелизации. Вообще-то нет ни нового завета. Я считаю, что и ветхий завет должны они все тоже освоить, по идее. Нет вообще жизни во Христе. Нету ее. Никакой совершенно. И потом, вот хорошо сейчас к нам пришел новый священник. Заменили благочинного в Павловске. И, кстати, он вас знает, Артемий, из Новоалтайки. А отец Анатолий, который брать его или что там, он по вашим книгам что-то то ли писал диссертацию, то ли что-то такое делал. Я не стал уточнять. За границей пишут диссертации, защищают по книгам. По книгам. То есть, они больше нигде не могут взять. Это энциклопедия. Так это энциклопедия натуральная. Настоящая энциклопедия. Это профессора в университетах мне говорили все. Вот. И он, мы поговорили с ним, и он к этому близко. Значит, сейчас только катехизация. Потом, значит, крещение только троекратное погружение. Лето ждать так и так далее. Все как положено. Потому что баптистерии нет там сейчас в воскресенском храме? Нет. Есть только в Свято-Никольском храме, откуда вас выгнали. Батюшка, он не прав. Он прочитал эти книги, но он их жжёт. А кто меня выгнал-то откуда? А Ирей Александр, Свято-Никольский храм на ремзаводе. Вы мне рассказывали. Нет, я не знаю. Меня никто не выгонял никогда. Вы мне сказали, он милицию на меня натравил. Ирей Александр, ну вы мне сказали. А каком Александре-то? Трубачёв. Я не знаю. А кто такой? Ремзавод. Свято-Никольский храм. Где это? В каком городе-то? Это Павловск. А-а-а, Павловск. Там же отец Александр. Там же, который с бородой седой. Ну, по-моему, мы там были, это так и есть. У нас всё заснято. Но он сказал, что... Вы мне сказали, что он милицию вызвал там и так далее. У нас заснято ролик на этом. Он в интернете стоит. Мы с ним поговорили на эту тему. Я думал, это в Барнауле, но... Да, нет. Мы поговорили, я говорю, батюшка, ну ты вот вроде нормальный мужик. Ты с техническим образованием, с технарей. В 96-м году его рукоположили. Ну так, наверное, по Европам немножечко. Я говорю, почему ты допускаешь в своём храме капище организовывать? Почему? Он говорит, Жень, ну я понимаю, что ты дал поклонство. Но я иконостас построил, а рассчитываться за него надо. Вот видите, как оно получается вроде бы. Иконостас построил, иначе можно и долгопоклонничать. Что угодно можно делать, только денежки неси и всё. Мне-то не понравилось. А иконостас кто построил? Ну иконостас, он сам платил за это, а иконостас Володя, там, короче говоря, он плетёный сделал иконостас. Понятно. И что из-за, я не понял, смысл, что из-за иконостаса деньги попадали какие-то или что? И получается, что если, например, он сейчас конкретно скажет этим бабушкам, что вы иконы там не поклоняйтесь, и мы всё прочие свечи там не ставьте, ещё попало, короче говоря, и то и не будет прибыли никакой, и люди ходить не будут, мол, дескать. Вот понимаете, в чем за всё. Ну это знаю. Старая песня, старая болезнь, это всё. А с этим мы поговорили хорошо. И, кстати, я остался на трапезу. Вчера специально. Мы в три часа закончили службу. И поговорили так на эту тему. И что мне понравилось, он сказал, он читал эти книги, я уверен, сто процентов, он сказал, не надо заботиться о храме, это не цель. Сначала надо церковь собрать, а сейчас, как и столько людей есть в церкви, этого храма достаточно вам. А то уж раскинулись там, вот храм. А там храм на входе такой делали. Ну, половину украли, вот поэтому и сняли сейчас этого благочинного, сняли. Вот сейчас на Валтайке, на месте Ирии Артемия. Ну, он, короче говоря, женат на матушку у него, родственнице Владыки Максима, короче говоря. Ну, там свои сложности. В прошлом году там, позапрошлом, вернее, там было... А кто читал, вы сказали, книги? Который новый настоятель у вас? Он благочинный теперь у вас? Он благочинный у нас. Он не встречался, но разговор у него... Я же чувствую, что он читал эти книги. Это сразу чувствуется. Кто читал, у него оттенок тот идет. И оттенок, и кругозор он другой становится сразу. Там глаза распахиваются вот так вот. Я скажу на это, вставку небольшую сделаю. Когда случаются в городе какие-то конгрессы, конференции от городской и краевой администрации, я как, ну, считается, представитель этой общины, меня всегда приглашают. И вот, речь шла об экстремизме, о толерантности. Ну, я знаю, они объявили каждому выступающему, дается, допустим, 15 минут. Если я выступаю, мне больше пяти никогда не дают. Никогда, где бы я ни выступал, всегда пять минут. Почему? Они знают, я пять минут заложу то, что им хватит на пять лет считать. Они это знают. Ну, я уже приготовился выступать, и передо мной выходит профессор, доктор юридических наук, Сорокин Виталий. И он как начал говорить? Все, что я хотел сказать, он 90% этого сказал. 90% примерно сказал этого. А я, когда пришел домой, ну, я после него подобрал уже остатки, и позвонил ему. Я говорю, а как вы могли это сказать? Он говорит, а у меня, говорит, 16 томов под открытым оком, разве зря? Оказывается, он приходил, у Никиты Санаров все эти покупал, и у него все это есть, и сам свеется. Понятно? Это человек не нашего круга, я с ним лично до этого не разговаривал. Ну, у нас свой юрист есть, и они вместе то ли учились, или как хорошо знают. И у него все легло на себя, он вышел и говорил, верующий не может быть не экстремистом. Экстремист – это человек, который до совершенства доводит любое дело. Он не может быть безразличен в поругании своей веры. Я не могу брататься с кришнаитами, я не могу брататься с яговистами. Не могу, потому что совершенно противоположно. Как знающий врач не может брататься с шарлатаном, который губит народ, заражает его. А после него я вышел, и только на него уже сослался, и остатки подбил. Книги эти… Подирадостью было и ждать сколько. Книги эти переживут надолго, чем я буду жить. Я им сказал. До второго пришествия и дальше, если что-то будет. Я кончил писать. Последнее стихотворение у меня было. Это 10 ноября 2010 года. Все на этом. Я полностью отошел. Я весь ушел в другое. И, может, не слышали, я раньше служил в морфлоте МФ. Учился на штурмана. А потом я все это оставил. Все. И выступали в печати, по радио, телевидении, вел занятия в университете. Все оставил. Осталось опять МФ – молитва и форум. Я вернулся к первоначальному настрою. И так что я их понимаю, этих людей, которые где-то взяли. И они не будут говорить, что читали. А я их сразу определлю. Запах не тот. Это не ваш запах. У нас есть запах живителей на жизнь и смертоносный на смерть. Убивающий. То, что заражает людей. Обеззараживающий. Говорите. Ну, а что говорить? Тут, собственно говоря, оно все здесь. Все здесь и легло сюда. Особенного мне сказать вам нечего. А вы помните, что я вам говорил, когда поедете? Чтобы вы взяли с собой документы. Пожалуйста, покажите документы. А то у нас порядок, там мы записываем все. Это даже не обсуждается. Вот это вы видели уже фотографию, наверное. Угу. Это нормально. Да. Угу. Писать мы не будем, мы это уже знаем где-то. А что вы говорили насчет, сегодня вы живете за какие средства? Я пенсию получаю. А пенсия большая? Ну, у меня 14-200 пенсии. Маленько побольше. У меня 5. 5. Мне не давали работать нигде. Я единственный, где мог работать. Единственное место. Во вне ведомости на охране и в милиции. Меня нигде в городе не принимали. Даже 4-6 часов у меня с треском выгоняли. Это указка была властей, чтобы под тунеядство подали. Но все равно я набрал 35 лет стажу. Но в свободные дни я пищник, а строитель профессиональный. Я зарабатывал, на трех работах не заработал бы. А в работе был неукротимый. Когда я работал на производстве, ну это плотник. У меня всегда было 280-300 процентов выработка. То есть здесь я первое место в тресе держал. И поэтому все, что у меня было властями сделано против меня, оно все обратилось на пользу. Я говорю, да, пенсия у меня маленькая, но голодный я еще ни разу не лег спать. У меня ничего лишнего нет совершенно. В другой раз приходят люди и дрожат из чего ведро угля экономлю. Абсолютно на всем. Это у меня мы живем с братом вместе. Так, я некоторые вопросы вам повторю. Цель вашего прихода еще раз. Чтобы я ее выполнил и вы ушли не огорченным. Я уже не огорчен. Честное слово. Мне дело в чем? Единственное, сегодня мы с Антиной Павловной говорили. Я говорю, вот я пока, я же как и сказал. Я говорю, пока все книги не исследую, пока не изучу, я к Игнатию Тихоновичу не пойду. Она говорит. А может быть, ты живой не будешь. Может, Игнатий Тихонович там что-нибудь. А у меня мысль такая была. Вот заехать и заехать. Думаю, ну может у Игнатия Тихоновича не будет времени. Ну кто его знает. Ваше письмо? Ну конечно. Так, я бы хотел получить некоторое разъяснение по вашему письму. Алтарник. Вас рукополагали какое иметь звание? Да нет. Он говорит, зачем это? Надо, там лишнее это самое и так далее. Единица, чтоб была там в храме. Говорит, не надо этого. Мне нужно только бухгалтер и все. Больше никто не нужен. Ну я там и болтаре убирал, и там всю службу служил, и акафисты читал и все прочее. Я рукоположенный чтец. Я апостол. С одной целью, чтобы при епископе я мог проповедовать. Когда я проповедовал, каждую неделю я говорил четыре проповеди. А когда праздники есть, ну естественно у меня получалось в два раза больше. Но проповеди здесь как раз и расположены. В книгах шли. Так, вам не трудно будет прочитать письмо вслух? Я кое-где буду останавливать вас. Христос воскрес. Воистину воскрес. Возлюбленные во Господи. Погромче чуть-чуть. Возлюбленные во Господи. Протерея Аким с матушкой. Брат Игнатий с супругою. Братья и сестры с очадами. С наступающим Рождеством Христовым. Пишу к вам проповедник Христосов. Послушник и раб Божий Евгений. Исследуя труды Господни из-под пера раба Божия. Истина правоверного. Я не ошибся. Проповедника Игнатия. Многое лето ему. И изумляюсь. Вы, возлюбленные мои во Иисусе Христосе. Пеняете на то, как будете жить. Коль призавет Бог чада Своей в обитель небесную. Аминь. Ругать. Уничижать. Оплевывать. Топтать. Предавать будет некого. А без этого ваша жизнь, скорее ваша проживаница, станет, как до сотворения мира, безвидным и пустым. Я не нашел в Библии этого непосильного многим труда слов сих. Слава Игнатию. Ассана Вышних. Аллилуйя мне любимому. Брат Игнатий. Так остановитесь. А у тебя что за слова вот эти? Откуда они? Слава Вышних это кому? То, что в книгах этого вы о себе не пишете. Так. Как? Что я вот слава мне любимому и слава Вышних мне... А в этом речи нет. И так я это написал. А обо мне любой ноги вытирает и плюет кому надо и не надо. Ну, у меня тоже... Я все время стоял в дверях и на верхотуре. Всем дождям, всем ветрам. Я шел дорогой по любому вопросу абсолютно не протаренной. Вот у меня изречение на все это вот есть. Одно есть изречение, которое приписывается уже всюду мне. Монашество в том виде, в каком оно и есть. В каком пришло на Русь. Принесло зло большее, чем коммунисты, фашисты, масоны. Комитет трехсот. Все вместе. Может быть тысячу раз больше. Они мне этого никогда не простят. То есть они самое ценное, самых сильных, крепких высасывали из народа. Которые запечатывали за стенами и уходили в песок, не давая потомство. Вот что самое страшное. Поэтому мусульманство лежит на совести монашества. Согласен. В России что случилось? Погибла монархия на совести монашества. Если в России было 1275 монастырей, 57 тысяч храмов, а и служили там и арамонахи. Да если бы каждый заботился о создании библейского кружка, как нам Господь позволил. Даже разговора не было о революции никакого. Они сегодня постараются все уничтожить, где все говорит о призыве благодати проповеди. Они не допускают этого. Вот к истинному православию для них это одна из самых смертельных книг сегодня. А когда получают настоящие, ну которые пробудились, архиереи, архиереи патриархийные, они священникам говорят, это настольная книга для вас. Но это тогда, когда архиерея уже идет на покой. Иначе ему там делать нечего. Он не вмещается, он в это прокрустного ложа не вписывается. А почему? Потому что однажды, вкусив как благ Господь, я говорю, я хочу, чтобы такие же были люди вокруг меня, которые встретились со Христом. Мою биографию просто так составить нельзя. Вот ее просто, ну нельзя искусственно составить. Как когда смертью Солженицына сказали, да, он сделал то, что, ну непосильно сделал человеку одному. Но биографию его вообще никому нельзя создать. Во-первых, он должен был быть бы последователем ВКПБ. Дальше. Ну, сейчас это можно найти таких. Ну, нужно найти человека, который одновременно бы был, ну, капитаном артиллерии прошел. Дальше. И в то время осознал, что главный пахан страны Сталин. И открыто написать в письме, за что его арестовали. Дальше. Стать лауреатом Нобелевской премии. Это тоже как бы можно. Можно. И дальше быть изгнанным. И потом, спустя двадцать там лет, возвратиться опять домой и продолжать здесь. Это нельзя составить искусственно. Его арестовали-то от него, это не зависело. Смертельная болезнь, рак у него был. Его уже в коридор вынесли койку. И вдруг он, по сегодняшний день, ни один врач не может объяснить, как он оказался здоровый. Это нельзя создать. Это Бог создает. Я родился в старообрядческой семье. Ну, таких много. Но чтобы обратился по Евангелию и среди протестантов, я получил Евангелие. Я ни одного дня протестантом не был. Но я получил там это. Я помню, где мое начало было. Это 27 сентября 1962 года, в 17.00. Покаяшись, а тут же вернулся на корабль. А вот это у старообрядцев не было за 300 лет и не будет нигде. Потому что кроме их никого нигде нет. У них главная проповедь, у старообрядцев, ты еретик, переходи к нам. Все, кончилось. Здесь другое. Апостол Павел говорит, для всех я сделался всем, чтобы приобрести некоторых. Мне Бог дал прожить нынче вот 50 лет. Это вообще с моего 50-летия обращения нынче. Отмечали братья. Господь позволил для всех быть всем, зная границы церкви. Сколько в моем доме пришлось сектантов, разных названий. И все до единого они находятся в патриархии. Батюшками. Сколько их там. Это они не рядовые, скажу я, члены. Если мне это Бог открыл и дальше остаться в православии, в котором при знании евангельского пути дня бы не остался. Это одно гнилье осталось. Заниматься нечем, но я знаю, здесь благодать. Здесь священство. Здесь церковь Христова. Они меня люто ненавидят. А я должен там трудиться. Я бы уже организовал сотни три общин бы минимум. Десятки или сотни тысяч последователей было. А я этого сделать не могу. Почему? Я людей всех направляю в храмы, где батюшка тут же их гробит. Не встречайтесь, это эретик сектант. Я тружусь в обстановке, в которой за две тысячи лет никто не трудился. Это немыслимо. Павел приходил, он отрицал все языческое, насаждал. Я этого не могу делать. Я выступаю перед людьми. Храма нет. Я их всех отправляю к местному священнику и киписку по Максиму. Откуда вы это взяли? Да был Игнатий. Это эретик сектант. И они тут же гробят. Я знаю, что так и будет. А другого пути нет. Вы понимаете, это нельзя создать такую биографию. Она создана не мною. И Бог это позволил. И поэтому я отношусь к тем, которые рядом с повышенными требованиями. Приготовьтесь страдать. Другого нет. Другого пути не будет. Нас в первую очередь будут предавать свои. Вот мы где ездили нынче, это не два города, а 240. И в каждом я должен найти, где находится библиотека. Встретиться с администрацией, с людьми. И нигде нет противодействия, когда спрашивают, а как встречают? Встречают по-разному. Я говорю, провожают одинаково. С поцелуями, с объятиями, с благословениями вместе молимся. Но и где нет храма. Если есть храм, и есть там какая-то прихожанка где-то, это главное враги. Они сообщают вперед, милиция тут же, чтобы арестовали. Вот мы ездили года два назад, в корабельника были. Так же сразу вызвали милицию, милиция так стоит. Это заснято в интернете. Это же в Рибрихе было. Договорились со священником. Благословились у него. Там отец Олег. Через полтора недели мы приезжаем. Договорились с Домом культуры. Вывесили везде объявления. И вдруг ваш Павловский дает сигнал тому, чтобы они не приезжали. Все. Мы приехали, уже милиция стоит. А кто? Это свидетель Югова. Ну ладно, оказался знакомый там журналист, который тут же в отдел юстиции. А те говорят, да это православные христиане зарегистрированы. Краевой отдел юстиции. И поп умылся. И напечатали такую статью на него. Кто же ставил попов или священников быть первыми секретарями по идеологии КПСС в сегодняшнее время. Кого пущать в клуб, кого не пущать. Считайте. Я вот эти слова принял как иронически. Что-то мужик, говорю, кола бродит. Да, ну. Ну, сейчас понятно, да? Ну, не совсем, но понятно. Так что не совсем понятно? Я объясню тогда. Ну, видите, вы по счастям. У вас, видите, не красные строки, ничего нет. Вы под одно гоните. У меня привычка такая. Нет, нет, нет. Дело не в этом. Я все понимаю. Понимаете, вот порядок такой. Видите, красная строка. Это порядок общепринятой в мире. Братарина, я теперь это буду иметь в виду? Да не иметь даже. И читать нельзя. Потому что я не знаю, к кому эти мысли отнести. Ваши мысли? Понятно. По смешной форме это сделали? Да, да, да. Киперболическое ли выражение? Я не могу понять. У вас знаков припинания, как у моей тещи, нет. Так я вообще в основном не ставлю. Нет, не хорошо. Пусть раскидываются сами. А как же тут? У меня везде, видите, вот вы читаете любую книгу, вот, любую. Откройте, посмотрите, сейчас я покажу. Вот. Это же не просто так. Это очень трудный момент. И тут написано, кто? Корректор. Видите где? Вот они. Кто записывал. Хорошие корректоры, да? Вот, смотри, два. У меня корректоры не просто лучшие, а лучшие корректоры в Алтайском крае, может быть, были. Но я там правил книги. Это, это, которые не нельзя повалить. Это Алтайская правда двое. Антонова была там, тоже правили. Там много очень. Но я поправляю так это. Но надо смотреть еще. Стоит. А то один поправляет. А что ты поправляешь? Этого слова даже не знаешь. Давайте. Нормально все. Брат Игнатий не возжигает нимба святейшества. Вот ответ на то, что следует. Ну, ну. Господь через его вдохновленную в 1962 году голову, в общедоступной за более чем тысячелетия форме, максимально приближенной к нашей, мягко выражаясь, незавидной действительности, говорит, пейте и не будете жаждать. Так при чем вообще здесь правдивая трость брата Игнатия? Уставы для Богом созданной крестовозвиженской общины и для жителей православной потеряевки, не дай Боже, чтобы стало растеряевкой, утверждали на собраниях сами. Поди еще и единогласно, а выполнять тяжело, однако. А, собираясь с духом, исполняйте их, и не для братьев Лапкиных, один из которых не для пользы потворствует вам, а для нашего Господа Иисуса Христоса. Его признали вы за Сына Божия, Который прославлен Отцом, смертью на кресте, чтобы каждый из вас, верующий в Него, не погиб и имел жизнь вечную. Только вдумайтесь! Вечную! Богом даны вам повеления и уставы, и Он не знает, во что уже бить, а вы приобыкли делать все из-под жезла. Станьте, наконец, истинными христианами поистине и жизни в Господе нашем. Ругаете, злобствуя, оплевываете, уничижаете и предаете не брата Игнатия, который для вас как наседка для птенцов, ибо до овес еще нос не дорос у вас, а продолжаете распинать Иисуса. Так, посидите, что это нос не дорос? Как это? О чем речь? Речь о чем идет? Что вот паства, она еще до овес не доросла. Раз так она мыслит, это как птенцы, получается. Ну, а всех мы не можем сказать. А потом дальше я... Один там, другой, это были, которые их, может быть, Господь для того и призвал, допустил, чтобы мы не дремали. Для того, как и щука, чтобы карась не дремал. Естественно, я это имею ввиду. Мы только можем благодарить Бога. Я это имею ввиду. Паства не доросла. Паства не доросла. Прихожане еще, как называется, прихожане бывает. Вы как-то выражаетесь там? А как еще? Я выражаюсь конкретно прихожане, потеряясь их той же самой. Страхиба или как-то в начале сказали. Потому что некоторые прихожане до звания овцы еще не доросли. Не доросли. Вы так говорите... По вашим книгам. Я не пойму, то ли здесь юмор, то ли издевательство. Почему? То ли юродство. Ну, так. Здесь истина. Ну, понятно. Как я спрашиваю. Про Потеряевку проповеди читаю. Там вообще должна быть там самая лучшая община в мире. Да. В мире. Да. А не в Алтайском крае. Да. Это все понимают. А там, по-моему... А зачем я пишу то? А мне по понятиям того, что я читаю, там еще птенцы пока. В основном. А зачем я это все выставил? Когда меня спрашивает... Вот даже Валентина Павловна, которой вы были сегодня. Она говорит, вот люди узнают, что Потеряевки такое, что они для слова Божия нет. Ус, как меня судили. Самые поганые, поганые обо мне свидетельствия все до одного поместил. Это очень хорошо. Для чего? Я говорю, я слишком уважаю своих считателей. Я не лью и лей себе на голову никак. Вот так, как есть. Вот мнение людей. А какие-то, ну хоть выводы сделай, зачем? Я просто пошел, выпросил дела уголовные свои там. И сидел в краевом суде и переписывал. И все поместил и показал дело о том, что страница такая-то. У меня мысли никакой тут не прилагая. Кроме того, что люди должны как бы самой пройти этот путь, а сами сделать вывод. Ну и кому надо, они сделали. А кому не надо, но они были готовы к подпадению, они ушли. Согласен. И поэтому в Потерявке, где бывает какое-то там где-то несогласие, я говорю об этом проповедь, желая исправить. Никогда не зализывал, как Златоуз говорит, и губкой не заглаживал гнойные места. Я вырезаю и выжигаю это. Согласно Слову Божию. Ну я так и написал. Ну так-то так, но настолько у вас это без этого, что я сейчас только просчитал, брату говорю, ну просчитай, посмотрим. Как пишу так, так это как думаю, так и пишу. Вы знаете, как я хотел сказать. У вас какое образование? Сейчас у меня никакого образования нет. Ну оно было когда-то там, или это? Да это я уже забыл. И дипломы сжёг. Класса сколько у вас? Я диплом сжёг, а не только классы. Какой у вас диплом был? Я не буду об этом говорить. Я не хочу, брат Игнатий, вообще на эту тему говорить. Ну не может, я же перед вами открытый. Нет, мирское, я всё оставил, всё буквально. Я не хочу даже говорить об этом. Ну Павел говорит, я был учеником, но гамалиел. Он уже не боится старого сказать. Естественно. Я восьмой день, фарисеят, фарисеят. Ну зачем? Но однако он говорит эту биографию. Там я ничему не научился. Какая у вас специальность-то была? Давайте об этом не говорим. Не хочу я об этом говорить. Да вы не говорите. Да и не хочу говорить надо. Давай договоримся так. Нет, нет, нет. То, что было у меня по миру профессии и так далее, я не хочу даже на тему говорить. А почему? Да не хочу. Ну а почему? Причина должна быть какая-то. А причина большая, потому что это потерянная жизнь. Вот и всё. Больше ничего. А тем более об этом надо сказать. А не хочу этого. Я на исповеди об этом рассказывал и говорил и так далее. А сто раз вы же не священник, я не буду исповедоваться перед вами. Знание специальности, разве это исповедь? Я всё могу делать руками. Вот и всё. Кроме только печку класть не могу. Я могу и дом построить, и торговать. А вы судимой не были? Никогда. Никогда? Не получилось. Но! К тому в Москве я избегал, там три года меня искали за это дело. А за то, что за проповеди искали. Я шесть лет в Москве жил. Ну как? Как искали? Не так вот, конечно, крепко. А я просто нес Слово Божие. Ну как? Поясните. За что? Я в Москве бываю. Меня преследовали. Но я расскажу как. Встретились. Документы показал. И сама милиция меня, бывает, довезёт куда мне надо. Вот мы сейчас ехали. Допустим, мы не знаем где-то. Они документы проверили. По наводке на нас позвонили. А тамошняя милиция. Уголовный розыск. ПСБ. Вот сейчас мы ехали. За решёткой уже. Увидели всё. Руку жмут. Помогают. Впереди машина. Вы за нами езжайте. И мы покажем где. Я никогда ничего не скрываю. Всё здесь. Я не скрываю. И вся биография моя. До Слова Божия нет. Уст написано. Да моя биография вообще никому она не нужна. Я считаю так. Я верую. Это самое главное. А кому нужна моя биография? Как я к этому пришёл? Это другой вопрос. Я пришёл к этому сам. Никто меня не толкал, не подталкивал. Евгений. Я сейчас скажу. Вы «Жития святых» читали книги Демитра Сосского? И не читал. Это 12 томов. Вот они у меня разобраны. Седьмой, восьмой том. Вот они здесь. Я впервые за тысячу, скажем, 300 лет все «Жития» до одного разобрал. Это 12 томов. В среднем я ознакомился с ним примерно десять раз прошёл. Составил вот эти две книги. Как на такие-то вопросы, которые мне студенты задают, там, милиция, военная. Как отвечает «Жития святых»? И я на основании «Жития святых» отвечаю на сегодняшние любые вопросы. Так вот, те «Жития», на которые я отвечаю, опираясь, это 1173 биографии. И ни один, это нам пример святых, ни один не скрывает, кем он был в прошлом. Какие были ошибки. Ни один. «Да зачем я отрезал?» Тем более надо посмотреть, каким путём человек пришёл. У меня такая же ситуация, от меня это скрыли. Повторяю, это для православных были настольными книгами, когда не было Евангелия в Библии. Всегда. «Щить именей» называется. Это постоянное чтение, их издавали. И ни разу, никогда, ни один святой, 1173 вот сзади стоят, не скрывали, кем они раньше были. Он, я жил такое-то там, я убил, я был блудником. Всё рассказано абсолютно. Как жил, где был, у какого хозяина, почему так получилось. Апостол Павел, посланник Филимона, говорит Анисим, обворвал хозяина. Зачем он говорит? Бежал. «Теперь я беру на себя эти расходы, прими его». Ну и Пётр, мы знаем, зачем он писал, как он отрёкся от Христа, да притом трижды. Это прошлое. Я отрезал то. Они подробно это говорят. Так, нет? Да всё так. Да так. Притом абсолютно все. Нам зачем знать, что Давыд был блудник? Давыд, который псалтыр из рук не упускает. Самая считаемая в мире книга. И он, мало того, мужа несправедливо убил, чужую жену завладел, своих десять не хватало. Зачем это сохранено в Библии? Его обличил пророк Нафан. Но он, как царь мог бы сказать, чтобы ни строчки нигде никто не было. Однако, тут же он написал и сказал, когда Давыд входил к Версаве, когда обличил его Нафан. Так что вы здесь не то, что не правы, а совершенно не по Евангелию отвечаете. Мы обязаны просто, и притом я в вопросе не о вере говорю, а о жизни. Каким путём шли до этого? Я как раз в это хотел следующую вставку сделать. О том, что считаете. Во-первых, я не думаю, что я буду когда-то приближен хотя бы к лекам святым и праведникам. И поэтому смысла нет автопиографии. Если когда-то необходимо будет для чего-то, очень необходимо, это будет. А это не нужно. Я никого не убил и так далее и всё прочее. Я не биографию спрашиваю, а специальность. Какой вы институт закончили? Я никогда не слышал ещё, чтобы человек скрывал, какой институт закончил. Ну, не хочу я говорить и всё. Проблемы какие-то у нас нет, я не понял юмора. Я не хочу на этот вопрос отвечать. Это моё право, нет? В общем так, это влияет на вас. Почему? Потому что, знаете, у апостола Петра в первом послании 3 глава 21 стих написано. Всякому, требующему, не просящему, а требующему у вас отчёта, вашему память дать ответ скротостью и долготерпением. То есть, всякому. Меня бы кто бы где не спросил, я обязан ответить. Эта обязанность поставлена мне как в звание христианина, она уже вошла. Я бы не хотел, но, назвавшись христианином, я уже это принял. Я никому даже не желал бы, не помыслил. Да само разговаривать тогда не буду, скажут, как же так. Я же спрашиваю не о жизни вашей, там, моральной или аморальной, а о специальности. И по этой специальности я хотел как раз следующую уже маленькую постройку сделать. Показать, как на этом вы можете вот то-то и то-то сделать. Я не ожидал такого. В основном я был по энергетической части везде, по жизни. А какой в этом секрет-то? Да нет, не в этом секрет. Дело не в этом, братан. Вы еще думаете, что если вас там не нашли тогда, то, судя по этой маленькой точке, вас искать будут, что ли? Да ничего я не хочу сказать. Ну, если это искренне так, как это, не на чем? Ну, я другой какой-то вопрос, вы опять будете обходить. Посмотрим, если действительно стоящие вопросы и ответы, нужен ответ. То есть, вы решаете, что отвечать или не отвечать? А почему нет? Ну, я же в воле своей и воле Господа. Это мы встретились за то, чтобы ближе быть друг к другу. Я заранее первый вопрос спросил. Я это понял. Вы считаете, можем? То есть, вы осторожничаете, не доверяете. Я не доверяю. А Иоанн Златоуз говорит, что больше всего расстраивает дружбу людей? Больше он ответил одним словом. Знаете какое? Только одно слово. Самое большое расстройство между дружбой, когда есть подозрительность. А я скажу, а какое-то будет зло, а зачем я ему сказать? То есть, и Златоуз это уже тогда знал, что такое есть. Брат Игнатий, я скажу одну такую вещь. Я, например, у священника исповедался. Один раз он вынес это в своих корыстных целях. Другой раз вынес, я его предупредил. Я говорю, брат Виталий, ты это дело заканчивай. В третий раз получилось. Ну и с ним серьезно так поговорил, все как положено. Поэтому, особенно душу раскрывать. И особенно о прошлом, о чем-то. Если это в разговор. Это не нужно совершенно. Я же не спрашиваю вас, что там к чему откуда-то. Хотя вы можете открыто ответить. Я не хочу. Я об этом просто забыл. Мне это не надо. У меня сейчас вот, вот у меня работа, да работа. И больше мне ничего не надо. Ничего больше мне не надо. Понимаешь, вот я работаю в Mail.ru. А там мой мир называется, в интернете где-то. И там, когда регистрируешься, всегда, абсолютно у всех его специальности. Что окончил? Графа, фамилия, имя, отчество. Дальше что окончил? Мне написано в строительный колледж. У другого какие-то институты. Дальше где работал, сколько там. То есть абсолютно на всех идет справка. А тут я ничего не спрашиваю в жизни. В этом никто не исповедуется. А какая специальность? Исповедуется в чем согрешил, что душу томит. Я не знаю, как от греха есть быть. А вы закончили какое-то учреждение и делать его в тайне. Я понимаю. Я вообще об этом не хочу говорить. Ну просто не хочу. Это к жизни сейчас, вот к моей, не имеет никакого отношения. Это прошлое. Я его зачеркнул. Я не хочу его наружу. У меня в доме пришел один человек, военный следователь КГБ. Военный. И теперь он батюшка. Он может не говорить, какие дела, какие вел он. Ну, а это он нигде не скрывает. Да, я работал. Он у нас-то фотографии был. Ну, мы еще у него в гостях были, приехали, когда миссионерствовали. Заехали. Это его, да, юридически я закончил институт. Ну, я скажу, что мне 73-й год. Я еще ни разу не наталкивался, чтобы человек скрывал, какой кончил институт. Для меня это, ну, совершенно непонятно. Считайте, что встретили. А? Считайте, что встретили. Ну, что-то за этим стоит. Это не просто так. А что за этим? Ну, конечно, не просто так. Конечно. Я имею право. Да, вы имеете право, конечно. Так я поэтому и использую это право. Ну, это не сближает. Запомните сразу. Я согласен с этим. И нужно. Но это бы и не сблизило бы. Пусть отдалит, но это бы не сблизило. Давайте дальше. Но отдаляться некуда еще. Мы не сблизились. Мы не сблизились. Я говорю, что не сблизились. А продолжайте распинать Иисуса в нем. А ту его. А ту. Поймите, это все-таки радует, что брат Игнатий в моем понятии священного писания чрезмерно мягок, как рука на подушке под головой. Вы же хоть малой толикой догадываетесь, что все, что есть у вас, до единой иоты, дает Бог. И раз понимаете и принимаете любовь и заботу Божию, задумайтесь, чем сможете отблагодарить Его, отплатить за тело и кровь Сына Его. На богослужении вы предстаете пред Бога. Семь минут готовитесь к единению Божьему с вами, чтобы ничто житейское не мешало. А вы отворачиваетесь от милующего. У меня поважнее дела. Лучше скажу, дескать, был в корчен или еще где-то. Никто не подкопается. Сами под себя копаете, ибо это не повиновение Всевышнему. Соотнесите, что вам милосердный доед, и что ему с укором и жадностью отделить не желаете. Не о всех пишу, каждый за собой знает. Бороду стрижет, рубашка не на выпуск, без пояса, выпивающий, курящий, сквернословящий, осуждающий, бийца, злословящий, детей не воспитывающий. Не в страхе к всемогущему, опаздывающий во храм, а засим думающим, скорее бы закончилось неблаговествующее, расхристанные. А если вездесущий к нам так будет пренебрегать, представили? Вот то-то и оно. Я не берусь даже помыслить об этом. 3-ти ездры 14-19. Но кто научит тех, которые потом родятся? Вас же научают. И знаю по себе, как вам перед первопроходцем в России тяжело. Но закончилось терпение. Включайте долго терпение. Из братьев ваших восставит всеведущий вам помощников. А наставлений и толкований, писанных Иоанном Златоустым, блаженным Фефилактом Болгарским, братом Игнатием и озвученных, хватит до второго пришествия Господа нашего. Вот тогда научатся чтению того, что написал призывающий в сердцах и душах. Но будет поздно. Возвращающий не оставляет без пропитания сеющих семя слова всеправедного. Поэтому десятина, и вторая, и третья, по возможности, не горе, а радость, что всеблаги нам доставляет, больше сеешь, больше пожнешь, проверена жизнью во сыне Всеблаженного. Матчасть у брата Игнатия идет на растиражирование слова Вседержителя и нуждающимся. Брат по духу, но в том дивен ты пред Всевышним, что смирил себя, как прилично тебе, и не судил о себе так, чтобы много славиться перед праведным, перед, а между заменил, ибо нет праведных ни одного. Возлюбленные мои в Христосе, многое лето, многое лето, многое лето. Не переставайте, не уставайте благовествовать. До скорой встречи, так мною желаемой, если вечному будет угодно и живы будем. Аминь. Слава Богу за все. Я спросил о грамоте, что заканчивали, хотел бы узнать, что так принято у вас писать без разрывов. Вопрос, может быть, у меня бы так и не возник. Я не знаю, какую мысль где отделить. Вот сейчас у меня четыре книги, первые кончились, и мне нужно восполнить. И попросили отдельно издать стихи. И получилось четыре книги по 800 страниц. Корректора не найдено. Никто не берется. Посмотрели? Потому что один знак, запятая стире или без стире. Там бывает такой перенос, антропоморфизм. Я, говорит, не пойму даже о чем речь. Наклонился, а стоп. Она взяла профессиональный корректор. Не знает. Они не знают священное писание и как перенести на сегодняшний день события тогдашние. И как второй перенос делается конкретно к личности, которая считает, что Слово Божие живо и действенно. Чтобы заговорило. И мне пришлось самому, вот как вернулся, все четыре книги откорректировать. Я не говорю о грамматических ошибках, но насколько я сумел увидеть их. Но заново закончить этой, вот только-только закончил. И вклейками занялся. А вклейки это, ну вот, допустим, мы берем, я сейчас покажу. Вот чтобы вот такие получились рисунки. Подержите-ка. Вот чтобы как теперь, как перепечатание, это другое. Вы видите, там я сейчас подойду. Вот. Когда их печатают, то они сдают вот как. Листы. Вот они как издаются. Видите, этих вверх ногами, а потом когда перегибают, вот оно как делается. Это из типографии. Понятно. И чтобы вот так вот создать, эта особая должна быть программа. Она настолько медленно делается. Ну, как разворот, дальше увеличивает, как и без полей. Чтобы большая картина получилась. Это называется вклейка. Вот это вот вклейка одна. Вот на ней 16. Итак, а у меня фотографии, если это катамы бы эти вышли, где-то 1064 фотографии. И я вот это вот, нынче показали впервые. И закончил сам все эти вклейки. Я даже не знал, что обычно фотографии, когда куда-то мне нужно в интернет вставить. Особая программа. Она в 35 раз уменьшает ее. Но здесь наоборот получилось. Шесть раз увеличивает ее объем. Я обратился к специалистам, как это. Ну, умеет так, техника делать, чтобы они вот такие получились. Видите, это же Гестава Доре. Какая прописка. Теперь как мы раскрашивали. Это особая программа. Это сколько ушло время, сколько человек работало. Это тоже впервые, это никто никогда не делал. Вот это наша работа. Впервые, видите, она как-то очень умная. Потрясающе. Потому что там не в цвете все было, Гестава Доре. Понятно. Потрясающе. Потрясающе. Вообще все потрясающе. Все это закончено. Не столько вот встреча, а сколько вот встреча с книгами меня потрясла до основания. Вы какой том читаете? Я читаю так. Я сейчас 9 томов прочитал. 15-е перед этим, у меня 2 тома было, 15-е, 30-е. Потом сейчас с другого конца читаю. 29-е, 28-е. 18-е нет, пока еще не дошел. Это Коран. Я его разбираю по сурам и аятам. Весь Коран. В сравнении с Библией. Есть у меня 3 Корана. 3 Корана у меня. Весь Коран по сурам и аятам. И что было сказано за 1300 лет мусульманах. Это все здесь заложено. Это все почтется обязательно. Говори. Ирадий Девкович, это не написано на долгу у вас здесь. Слушаю. А ты где находишься? Ну а я в храме нахожусь. Сейчас я иду туда. Сколько? Вы у ней побудете еще сколько-то? Ну, побудем. Давай подойдем. Ну, подождите. Я в храме нахожусь. Я сказал, что буду здесь. У меня пришел человек издалека. И поэтому не надо было встретить. Все. Видите. Я скажу, я работал когда. А в это время и насчитывал. А работал-то сторожем. Но это не просто насчитать. И не просто прочитать. А насчитать, чтобы оно слушалось. Чтобы доходило. Что это доходило? Вот, допустим, когда у меня все было изъято, вернулся. Я заново перечитал архипелаг ГУЛАГ уже на компьютер. И заново перечитал Библию. И все это в интернете. Буквально все переполнено. Ну и я нахожу, иногда смотрю, какие отзывы. И говорят, новое начитывание, читал там какой-то артист. Правильно делает ударение. А Лапкин, он считает, у него ударение неправильное где-то. Другое. А другой отвечает. Да, я слышал этого артиста. Понимаете? С первых же строк я понял. Говорит неверующий человек. Но когда слушал Лапкина, говорит, все ложится на сердце. А один священник говорит. Я знал, говорит, всегда. Это Нижний Новый город. Что псалтырь на русском языке, это не звучит молитвенно. Но, послушал Лапкина, точка, потом Ан, нет, воскресательный знак. То есть, оно легло на сердце. Почему? Я этим живу. Лучшие часы считали, говорят, а берем все время запрашивать мою версию. То есть, которую я насчитал. Тем более, я насчитал 77 книг, не 66. Почему? От души. Это моя вера. Я в этом живу. Я по-другому не могу. И когда насчитывал житие святых, это 1173 биографии. Я вместе с ними умирал, восходил на костер. Я настолько вживаюсь в образ, с кем разговариваю. Я как бы там, они говорят, мы слышали и плакали. Вы читаете и плачете? И мы, говорит, все слушали и плакали. Понимаете? Я не артист. Я этим живу. Я все время провожу в молительном состоянии. И поэтому Господь так полагает. Вот я вас спросил сейчас, читали или не читали. Допустим, когда эта книга у меня была готова, родные все забеспокоились. Не выпускайте ее. Они вас убьют, мусульмане. Это весь Коран. Он даже... Вот видите, у них зеленый свет, знамя. Я уже догадался сразу. И книга зеленого. Догадался сразу. Вот видите. Вот первую страницу открываем. Вот. И здесь сразу начинается как. Вера, Библия, Коран. Чтобы найти, что за 1300 лет о них было сказано, писателями, большими людьми, государственными деятелями, их надо было мне те книги все переворочить и из них все взять. И все заложено здесь. Вопросы, которые мне задавали. Я в Йеменском посольстве был еще и искал, когда Коран. Вот это вот 23, 24, 25 и вот три тома. Это, видите, золото. Золото. Это евреи. Три тома посвящены еврейскому вопросу. Их талмуд 12 томов. Я разбираю его в сравнении с Библией. 12 больших толстых томов. И Тора разобрано тоже? Тоже все разобрано. У меня есть все это дело. Все здесь. И что о них было сказано за 3600 лет. Потрясающе. Все, что сказано было в Англии, в Америке, восточными деспотами, друзьями, писателями, все здесь заложено в три тома. Браты, знаете, почему я не хотел навстречу-то идти, меня, Валентина Павловна. Я хотел сначала, я же сказал, я сначала все прочту, сначала все вмещу, а потом уже будет о чем разговаривать. Вот один том, 26-й. Мамородная. Не читал еще пока. Сейчас 28-й. Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Я всем наказываю, что ее, ну это ведь они все сшиты, это они просто клей, шабаршит. 300 поэтов России, запомните. И когда я даю, вот они, эти поэты. Видите? Когда жили и как. И вот, допустим, мне студенты задают вопрос. Вот задают вопрос. И на каждый вопрос, ну а вопрос вот он где, вот эти вопросы, видите, каким шрифтом. Дальше ответ. И на каждый абсолютно вопрос шесть поэтов разной эпохи. Что сказали? Их стихотворение. После него слово Божие. Опять поэт, кто? Самуил Яковлевич Маршак. Что об этом говорит Библия? Следующий идет кто? Жемчужников. Что говорит Библия? Следующий Леонид Мартынов. Что говорит Библия? Следующий говорит кто? Это... Чурубина. Дальше это кто говорит? Дальше Никитин. Никитин. Вопрос, опять новый вопрос и опять шесть поэтов. Это двадцать тысяч файлов, я их проворачивал... Труд мне человеческий. Ну это понимает. Это вообще... Журналистам давать нельзя, они его сразу сметают. У меня... Мне даже страшно становится, когда вот я начал... Я думаю, неужели этот человек, пусть даже там и миллион людей помогало, мог это сделать? У меня это не вкладывается. Я сам оглядываюсь назад, я понимаю, что это невозможно. Это невозможно. Вообще невозможно. Да. Оглядываюсь назад сейчас, я посмотрел, мог бы я сейчас сделать? Я считаю стихотворения свои, все они по девять куплетов. Это настолько выше моего уровня развития. Я вглядываюсь, выписываю отдельно, а как помещаю где-то в интернет, рассылаю. У меня шесть тысяч друзей. Щелчок и шесть тысяч получили. И они мои стихи копируют, и бывает так, под моим именем свое там подставят где-то кому-то. А другие говорят, к вашей стихи-то там у меня разницы никакой нет. Да пускай, но немножко непорядочно. Понимаете, один куплет, он вдруг показывает с такой стороны, я зову, брат, ну-ка ты прочитай, как оно звучит. Он прочитал. Но как же это так? Я еще раз прочитал. Это никогда не. Это для меня открытие сегодня, когда я читаю свои стихи. И вот здесь у меня стихотворение. Три тысячи четыреста шестьдесят семь. Для людей цифра это ничего не говорит. А много-то или мало? Это означает Пушкин, Некрасов, Лермонтов и Блох вместе взятые меньше. То есть это невозможно. Ну там стихотворение, один куплет от стихотворения. Но духовно на каждый, нынче я поставил, эпигроп из Священного Писания. Три тысячи четыреста шестьдесят семь выдержек из Священного Писания. Это не просто стихи. Мало того, если вы считали, ну допустим, возьмем восьмой том. Вот поглядите. Вот стихотворение. То есть так стихи сегодня уже на каждую строчку, откуда взята мысль. Тут наши сестры как-то считали, сколько ушло времени, посчитали. Открыть место. Так его надо из контекста взять. О чем там говорится. Отсюда взять сначала. Я до сих пор не могу это понять. Это люди приехали, наши деревенские бывшие. У нас хоть один человек в деревне плывал. Я говорю, да это не мое показы, не мое. Я сам смотрю. Я первый раз как будто считаю. Это невозможно. Я говорю, не мое. Это Слово Божие. Я просто знал откуда взять. Библию Бог дал мне знать. Так тогда это еще умнее, если вы знали откуда взять. Это Господь сделал. И сейчас гляжу, уже в интернете встречаются люди, стали подражать и места Писания брать. Они даже этого не знали. Ни у одного поэта этого нет. Я никогда никому не подражал. Я просто... А как мысль берете? Я разговариваю, допустим, секретарь. Ну, первый поэт это здесь, Юдалевич Марк. Это ваше стихотворение. А почему не печатаетесь? Я говорю, а где? Так надо же печатать. У меня ни одного такого нет. Ему 90 тысячам уже лет, наверное. И он когда послушал, он аж отшатнулся. Это ваше стихотворение. Я говорю, так вы еще не проникли, что там внутри написано? У меня один, я говорю, вот так стал считать. Говорит, я совсем не понимаю, что он пишет. Я говорю, читай еще раз. Он прочитал. Ого-го. А потом третий раз прочитал. Говорит, да ты нахал. Ты что же говоришь-то тут? Я говорю, вот тут и оно. Для умного это откроется. Такие стихотворения есть, которые бьют в самую точку. Но они сказаны настолько широко захват и уворачивают, называется экстраполяция событий на сегодняшний день. Это нельзя сделать. И у меня противников столько, что их не перечесть. Но они мне не враги. Я за них молюсь. Они не враги. Это не враги. Вот если вы видели, где вот это считали. Иногда люди спрашивают, а кто спонсирует? Вы видели, вот ответ почитайте. Вот это сейчас вот издать, что я решил, надо было издать. Это один. То на тысячу экземпляров только 340 тысяч надо. Почти в три раза увеличила стоимость. А на четыре тома это почти под полтора миллиона. Ничего нет. И вы издадите? Не знаю, но я молюсь. И поэтому всех прошу, если можете, попросите, чтобы Господь дал знать мне, будет это издано или нет. У меня 4 книги полностью уже кончаются. Вот второй том это противосектантский. Как беседовать с сектантами? С баптистами, адвентистами. Почему мы в Божьей Матери, так иконам, церковь, священство, там все. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. А почему, например, сектант не задал такой вопрос? Упустили что-то непонятное. Что никакого изображения. Не делай. Вот именно. А это упущено в сектантах. Я хотел это написать. Да что тут говорить-то? Я спрашиваю. И все, и тогда... Я говорю. И тогда народ... Ну что, Господи? Это понимаете, это даже никакой не уровень развития читать не умеет. Я говорю, вы верите, что 20 глава исход не делает никакого изображения, что на небе вверху, что на земле внизу, что ниже в воде... Вы верите, что это от Бога? Да, от Бога. А 21 глава от Бога? Ну а что спрашивает? Исход книга. А 25? Ну, ясное дело, что все главы от Бога, все писания Бога Духановина. Я говорю, давайте запишем. Ну пишите своей рукой. Все писание Бога Духановина. А где это написано? Ну дальше открыли мы апостола Петра и там написано. Согласились. Так, теперь давай на доске прямо пишем. Не делай ничего, что на небе вверху. Что на небе вверху? На небе пишем двоеточие. Давайте перечисляйте. Да разве все перечислится на одной странице? Я буду говорить, а вы скажите, добавляйте. Это есть такая загадка. Назовите пять слов на со, чтобы заканчиваясь со. Например, колесо, просо, лассо. То есть пять. Назовите пять. И я вам дам тысячу рублей. Дайте бы сейчас. Без проблем. А их всего четыре слова существует. Всего четыре. Пятого нету. Вообще нету в словаре даже нигде. За тысячу найдет. Вот так точно и здесь. Я говорю, двадцать в пятой главе. А теперь смотри, что на небе вверху? Давайте, нельзя изображать. Ну, видим солнце. Перечисляю на пальцах. Луна. Она одна луна. Звезды одним словом называются. Звезды. Дальше облака. Воздух не изображается. Больше не изображается. Больше ничего нету. Теперь ангелы. Теперь четыре. Теперь снова. Ангелы, архангелы, херувимы, серафимы. Начало силы власти. Это не знает, как изображать. Еще что? Ничего нету больше. Дальше Господь, Бог. Святая Троица. Больше ничего нету. А как говорите, много? В две строчки мы поместили. Так написано. Того, что на небе вверху. Значит, из этого ничего нельзя изображать? Ну, раз сказано, нельзя. А двадцать пятый, говорит, сделай изображение херувимов. А что, Бог забыл, что в двадцатой главе-то сказал? А в двадцать пятый прямо повеление. Сделай изображение, как тебе на горе было показано. Ну, там же не было святых. Прекрасно. Меня это удивило, между прочим. Несколько. Я закончу. Я говорю, если вы верите, двадцатая глава. Почему двадцать пятая? Гляжу, начинает тормозить немножко. Ну, они же им не поклонялись. Сначала не сделай написано. Так сделано по повелению Божию или нет? Они твердолобые, упертые, хуже старообрядцев. Ну, написано сделай. Так Моисей сделал или нет? Давайте. Вы не знаете, вы бы не стали. А Моисей сделал. Почему Бог повелел? Он слушал Бога. И когда Бог повелел, он начал выливать. Искать золото и херувимы, как распростертые крылья, длина крыльев. У них крылья есть, не летают. Глаза есть, но не видят. Ну, это изображение, как истукан. Но кто бы подумал, что это истукан, или сказал бы, его сразу бы побили камнями. Почему? Потому что идол уводит от Бога, а изображение божественное приводит к Богу. Но там же не было святых, там Никола, вы называете кого. Я говорю, не было. А почему? Да потому что люди до Христа шли в преисподние места. И Иаков, умирая, говорит, с печалью сойду к Сыну в преисподнюю. На небе ни одного не было. Почему? Небо было закрыто. Кровью Христа растоплена преграда. И теперь, а теперь на небе, откуда вы узнали на небе? Да написано. Где написано? К евреям, 12 глава, 28 стих. Мы приступили к ограду Бога Живого, к духам праведников, достигших совершенства. Не к праведникам, а к духам, а праведников в родительном падеже. А теперь, ну читаем мы 5 главу Откровения, увидел я души, теперь души убиенных под жертвенником. И они вопияли до хоре Господи Немси живущим на земле. То есть они знают, что на земле эти люди, палачи неотомщенные еще. Они знают, что делается здесь. Поплыли мои баптисты. Я говорю, скажите, а храм, в который Христос пришел, он его признал своим или нет? Ну он же сказал вертеп разбойников. Сказал, но какие слова? Он говорит, дом мой. Дом молитвы. А вы сделали. Это не вертеп был. Вы его сделали. Вы понимаете? Он говорит, дом мой. Вы можете отрицать? Нет. Ну а Бог был. Да Бог не в рукотворенных же сразу жил. А Христос говорит, клянущийся храмом, клянется живущим в нем, живущим в большие буквы. Так живет или нет? 23 глава Евангелия от Матфея. Ну живет или нет? Если не живет, если страти стройки надо. Христос пришел в храм. Как этот храм назывался? Соломонов. Соломонов. А вы в Библии почему, я говорю, не читаете? А у него в Библии как не читают? Я говорю, читайте. Четвертая книга. Стар 25 глава. Этот храм Соломонов на выходоностор разбил и написано вынес все. Он был разбросан в храм. И тогда они как первый раз видят. А куда он пришел? А теперь читай книгу Зарававеля. Это из Икииля 41 глава 17 стих. Бог повелел отстроить храм. И пророк Айгей говорит, если остались люди из плена, которые тогда были, и видя этот новый храм, они плакали, какой он маленький и ничтожный. Но! Слава последнего храма, второго, будет выше первого. Почему? В него придет сам Господь. Вот почему. Там служили священники, приносили жертву Богу и Его. И все. Здесь пришел сам Спаситель мира. Но там же икон не было. Дело-то в том, что весь храм был в иконах, куда Христос пришел. В иконах было. Написано, сделай изображение от пола до потолка внутри и снаружи. А изображение по-гречески икон. Вы совсем неграмотны. Икон. То есть, храм, в который пришел Христос и назвал мой дом, этот храм был полон икон. Но там же святых не было. Не было. Потому что небо было еще закрыто. Потому и не было. А что? А на небе были имена только записаны. Только имена. Поэтому имена эти были записаны на двух камнях. Написано. Сделай имена Израиля. Написано. Раз имена на небе по образу небесного есть. А души туда не вошли, значит их и нет нигде. Понимаете? Логика божественная, она не сходится с нашей. А здесь и Писание, они Писание совершенно не знают. И Христос этот храм Зарвавелев признал своим. А вы его не признаете. Поэтому к римлянам 2 глава 22 стих Павел говорит. Гнушаясь идолов святотатствуешь. Это хорошо, что ты гнушаешься их. А то, что ты теперь святыню помостишь, святость воруешь, отбрасываешь. Ты достоин смерти. Вы богохульники. Ну там же не написано, что кланяться. Не написано. Я говорю сначала, можно ли сделать изображение. Ну не поклоняйся же, не целовать. Зачем заскакивать? Сначала делать можно или не можно? Первый вопрос. Когда решим, тогда увидим. А теперь Он говорит, поклонюсь святому храму твоему, 5 Псалом. Это о чем говорится? Ну храм это изделие рук человеческих. Храм и всему, что в нем. Иисус говорит, мы знаем, чему кланяемся. Самарянки, а вы не знаете. Не просто ставили, а кланялись. Поклоны делали по лестовке, по щеткам. А вы не делаете. Иисус сделал. И женщина, подходя к Иисусу, кланяясь, не поклонившись, а кланяясь. Это множеством числя. Много раз, помилуй меня, дочь моя бездна. Она шла и кланяется. Это обычай был такой. Но человеку уже нельзя кланяться. Петр сказал, я тоже человек. Сектанство это узость взгляда на истину. Он ищет истину, но он не понимает, что кроме этого стиха существует другое. Он берет только 10 главу Деяния апостолов, когда Петр встретил корнилий, и корнилий поклонился ему в ноги. Он поднял ее и говорит, не делай это, я тоже человек. Я говорю, а почему он сказал, что я тоже человек? Ну, чтобы не кланялся? Нет. Он сказал, не кланяйся, а сказал, я тоже человек. То есть он разрушил его установку. Он считал его не за человека. Я человек! А почему он считал не за человека? Очень просто. Язычники боготворили людей, творящих необычно. Когда Павел исцелил человека, то тут же взяли жертву принести его, посчитали за Севса, его за Ермия. Они легко боготворили людей. А почему корнилий боготворил? Очень просто. Ему явился ангел. Аранжировку он знал. Выше ангела только Бог. И ангел не сказал, как спасись, а сказал, иди к Симону. И он скажет тебе слова, которыми спасешься. А ты, как будто он не может сказать. Корнилий так и понял, что ангел ниже, чем тот, с кем встретиться. А выше только Бог. Он поклонился. А Петр знал, что в человеке. И он мыслью про них корнилий и говорит, я тоже человек. Иначе смысла в этих словах нет. Так а откуда вы это берете? Очень просто. Я тоже человек. Я тоже человек. Ты зачем меня за Бога считаешь? Я доказал, что язычники легко боготворили людей. Боготворили? Одно место, другое в Писании. Они посчитали его за Бога. Человека. За Бога легко они считали. А Петр такого поклонения принять не мог. Человеку можно кланяться. Почему? 400 сынов пророческих. Они поклонились до земли. Илесей. Почему он не сказал не делать этого? Заходит мать Соломона, поклонилась ему до земли. Почему он не сказал не делать этого? И мы знаем, что женщина шла и кланялась. И она же его не за Бога признавала. Понимаете? Они не знают Писания. Это я миссионер с ними говорю. И Бог их улавливает на этом незнании. Нужно людям показать великую силу, мудрость, которая заложена в православной вере. А люди не знают этого. Сектанцы это всегда узор взгляда на истину и ожесточение. Они встречают, ласкательствуют, улыбки резиновые. Но как только сказал, что они не церковь, они тебя сажут живьем. Они не церковь, у них нет священства. Порухоположен. Они рукополагают кого-то. А кого рукополагаешь, когда первого-то никто? Писание говорит, без всякого прикословия, меньше благословляется большим. Кого-то можешь благословлять, когда у тебя нет звания епископа. Епископ может рождать. Это таинство, которое священник может совершать литургию, венчать, крестить. Но он не может рукополагать. Это делают только апостолы. И поэтому, а где они есть, начинает епископ? Есть только в пяти ветвях, как назовем так, образно. Православие во всех его оттенках. Греческое, старообрядческое, там не имеет значения. Это не имеет, где есть священство. Второе, католическое, не имеет значения. Новое, старое, у них тоже там разделение. Третье, григоармянское, копское и сирское, все больше нигде нет. Это четкая граница церкви Христовой. А у сектантов, ну где двое или трое? Еще двое или трое? Да, собрались. Я говорю, двое или трое собрались выпить на вокзале. На троих соображают, показывают. Двое или трое собраны. Собраны внешней силой Духом Святым. И не просто во имя Иисуса. А вы где же во имя Иисуса соберетесь, когда половина Библии отбрасываете? И в одиннадцатник сразу отсекли. Шестьдесят шесть. К вам стыд про шестьдесят шесть, ничего не говорит, нас не настораживает. А у нас семьдесят семь. Семерка божественная полнота. Семь звуков. Семь цветов. Какие бы ни были. Всегда красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубая, синяя, пиолетовая. Больше нет цветов. Все. Семидневная неделя. Все на семь у Бога разделено. Они этого не знают. А шестерка очень удобна в пользовании в человеческих отношениях. И она в каждом продукте, где стоят штрихи, везде шестьсот шестьдесят шесть. Три шестерки подряд заложены. Они ничего не знают. А я уверовал. Да, это начальная стадия. Первый этап. Господь позволяет каждому шагнуть. Приближение его. А дальше говорит, следуя, что указали святые учителя. Одних поставил, во-первых, апостолами, пророками и учителями. 12 глава, 28 стих, 1 Коринфянам. Зачем он их ставил, учителей? А какие учителя? Ну, скажите у вас какие? Ну, Павел. Ну, это апостолы. Опять. А пророки кто? Ну, Павел. Ну, дальше-то. Во втором веке Павла не было. Кто во втором веке-то был? Они ничего не знают. А у вас? А у нас где? Игнатий Богоносец, Поликарм Смирский, Иринея, Леонский, Англатаус, Василий Великий, Григорий Богослов, Серафим Саровский, Англатаус. Я тебя перечислять буду 1173. У тебя глаза разбегутся. Понимаешь, нет? Они сироты. Хорошие люди. Но они не знают Бога Евангельского. Они не церковь. Они знают, как вот написано. А я беру, открываю и понимаю. Тогда бы учителей Бог не ставил. А сказал бы Господь, бери, открывай и будешь понимать. Не понимаешь. Многое неудобо-разумительное, как Петр говорит, Павел говорит, что неутвержденное превращает в собственные погибели. Высчисла их. Сектантами легко говорить, когда они имеют страх Божий. Я вот доску расчерчиваю в университете, когда. Я говорю, ну вот вы сами растут. А тут сектанты разные сидят. Я буду... Вот оно преступление, а тут наказание. Я не буду говорить, какое преступление. Только наказание. 15 суток. Что? Да я не в том месте оправился или заругался. 15. Год. Ну это посерьезнее. Бывает, там жену погонял и год могут дать. 15 лет. Ну уж, 15 лет это понятно. Там может быть какое-то убийство или что-то. Понятно. Смертный приговор за что? Ну это более двух человек убил там. Ну дальше что говорится. Маньяков там проще. А теперь двойная смерть. А что это бывает такое? Бывает. Живьем в ад. Даже без смерти, а вместе с телом и душа. Один раз в мире было это. Вот это я тебе сказал. Ты знаешь где это? Число 16 это голова. А теперь преступление какое было? Найдите. Отделение от церкви. Сектантство. Страшнее этого греха нет на земле. Они отделились от Моисея. Сказали мы сами. А кто ты такой? Нами руководишь. Чем мы не будем? И Господь говорит, завтра я покажу. Умрут ли они в человеческой смерти или необыкновенно? И вдруг все провалилось. Вот и все. А других Бог сжег огнем. А это были образы для нас. 1 Коринфянам 10-6. Чтобы мы не были походливы на злое. Это были образы. То есть глядя туда и думая, а это мог быть я. И Господь говорит, не покайтесь, так же погибнете. И вот тут они останавливаются. Вы не церковь. У них от церкви никакого понятия нет. Я говорю, это не цельное. Цельное это когда голова вместе с телом. Господь говорит, я глава. Колоссийам 1-18. А церковь тело? У вас церкви то нет никакой. А двое? Трое. Ну вы признаете вдвое. От вас отделились сегодня? Отошли. Отделенные баптисты. Это церковь? А они нет. Ну а вы то откуда взялись? От них адвентисты. Церковь. От них яговисты. Тоже двое трое. Их не 2-3, а 3-3 миллиона. А что такое церковь? Церковь то собрание верующих, где есть законно рукоположенное священство. Вот какое толкование. Которое верует, как установила святая соборная апостольская церковь. Верую во единого Бога Отца Вседержителя. Если у вас этой веры нет, вы иеретики. Вам названия другого нет. Я их уважаю как людей. Они хорошие, искренние. И намного лучше православных, если взять вот 10 или 100 человек из храма православного и 100 человек из молитвенного собрания у баптистов. Никакого сравнения нельзя делать. Если бы у них было священство, я бы дня не был православным. Но Бог им не дает его. Я внутренний вес, чтобы служить в новозаветном евангельском духе. Не эти там часовые стояния стоят, ничего не понимают. Но этого нет. Я никогда сектантом не буду, спасая свою душу. Они у меня все в молитвенном запасе здесь. Я о них плачу и скорблю. Они не знают. Все священники, которые не знают евангельская вера, он знает вот эти часовые литургические стояния в этом литургическом или литургическом сне находятся. Они не знают Бога. Батюшки не знают православную веру. Для него что патриарх скажет? Что епископ? Они трепещут. Я говорю, вы бесталантные, как они не любят слово. А почему? Потому что талант – это дар Божий. А дар Божий – это там, где Дух Святой. А в Писании, где Дух Господний, там свобода. Вы не свободны. Вы все сказать. А как это будет? Боитесь что-то сказать? Вы боитесь архиерея? Дух Божий не может так. Дух дышит где хочет. Не может так. Здесь пройдусь. Дух идет выше всего. Должен согнутый быть. Он идет, все захватывает. А вы боитесь сказать. Вот этого боюсь. Вот этого боюсь. Бог не может так. Я тебе дам. Ты скажи. А тому не говори. Дух Божий послал. Иди немалодушиеся. Иначе я поражу тебя, Бог говорит Иеремия. Сейчас в интернете появляется статья, что мы встретили. Он на меня говорит. Проповедник, который ни перед кем не кланяется. Никому не угождает. Но это действительно так. То есть я знаю Бога, знаю святых. Священное Писание. Я там весь выложенный. И вот эти книги написаны. Ни одной строчки нет. Которые были бы по указанию. Под редакцией. Эмпийского, священника, патриарха. Ни одной нет строчки. У меня совесть моя и Бог. А что такое совесть и Бог? Это означает я все время нахожусь в молитвенном состоянии. Все время. Вот мы сейчас стоим. Допустим две молитвы я уже пропустил. Молитва это три святое и сто поклонов. И таких должно быть у меня заходов не меньше семи в день. Почему? Сто восемнадцатый Псалом. Сто шестьдесят четвертый стих. Семикратно в день прославляю тебя. Ну и ночные молитвы. Определенные. Целенаправленные. И Бог ответил. Вы знаете что отвечает? Определенно. Я знаю. Вот вы еще не пришли сюда. Эти месяца я все время о вас молился. Просил. Господи укажи. Что это за человек? Не будет ли вреда от нашего знакомства? Как это будет? И молитва эта будет продолжена. Вы сейчас шли. Мне позвонила Валентина Павлова. Она там ищет квартиры. Я говорю. Не знаю я ни человека. Ничего. Вот. Не знаю. Я не могу. У меня нет никаких данных. Если о вас спрашивать будет кто-то сегодня. Я могу сказать. Была одна встреча. Коснулись вот этих тем. Но больше ничего нет. То есть то что есть. У меня нет данных никаких. Я не знаю насколько были вы искренне. Ничем ваши слова пока не подтверждаются. Ну. Я должен поверить просто на этом. Или не поверить. Вы мне. Ну. Моя жизнь отображена в фотографиях. В фильмах. В друзьях которые рядом. Вы совершенно один. И никакого свидетельства о вас ни о ком нету. Поэтому я должен здесь. Ну. Просто выпросить у Бога. Полного доверия к вам. Вот. Видите. Человек обычно скажет. И утаил. И попробуй поймай. У меня все высказано. Вы мне задайте какие-то вопросы. На которые бы я вам не ответил. Не касаясь личной жизни. Там. Не учебное заведение. Ничего. Конкретно. Что вас интересует. Все говорят. Ты бы не говорил что обратился у баптистов то. Тебе бы биографию не портить. Я корни не обрубаю. Я там получил все. Я не могу пойти на это. Я это не сокрыл для того чтобы люди научились извлекать полезное отовсюду. Где бы они ни были. Я знаю с мусульманами. Я очень близко знаюсь. Я очень близко с сектантами. Которые по интернету сейчас приходят и принимают крещение. Полное погружение. Батюшками делают. Сейчас через интернет. Раньше я насчитывал на пленке. И человеку попала пленка и они там ее затерли слушают. Это не у нас здесь. Это Кемеровская область. И вот попадает ему книга. И он считает. И мысли схожие. И тут написано Игнатий Лапкин. А тут и телефон. И он набирает. И звонит. И голос мой понял что на пленке сходится. А уже лет 15 слушает. Это вы Игнатий Лапкин? Я. А можно с вами встретиться? Ну вот мы встретились. Ну а приехать? А зачем? Я не приветствую это. Я не люблю путешествовать. Совершенно. Но вот в одно лето я проехал 50 тысяч километров. Я еду только там где я нужен. Без меня как бы трудно будет. Трудности какие-то. Так. Ну а можно я приеду? Нельзя. Считай книги. Проходит еще какое-то время там. Наконец я ему даю разрешение приезжать. Он приезжает раз. Другой. Принимает полное крещение. Сейчас один из самых близких помощников моих. А с ним приезжает его мама потом. Потом друзья приезжают. И все потерявки принимают крещение. Попы там ярые. Ненавидят. Но они ничего не сделают. Вот мы. Наша община здесь открыта 15 лет. И в нашей общине в уставе буквально внесено. Чего нигде в мире нету. Что никого не звать к себе. У людей обычно приходи к нам. Любой. Любой баптист тянут к себе. Мы наоборот. У нас двери на запор. Калитка на запор. Тут на крючок. Да еще и дежурный один. Чтобы кто-то случайно не проник. Мы общество закрытого типа. Мы допускаем только тех. Которые действительно полюбили слово Божие. Которые не хотят прогибаться перед человеком. И он говорит. Ну я вот хотел бы быть с вами. Мы разрешаем один раз прийти на богослужение. Побыл. Подравилось? Мы ему ставим уже условия. Сразу под условия. Значит. Если ты хочешь к нам прийти еще раз. Значит. Ты ни одного воскресного дня не должен пропускать. Ты можешь ходить в любой Покровский собор. Католикам. Баптистам. Но ни одного воскресенья. Чтоб ты не был праздником на постели. Если понравилось будешь здесь. Если нужно крещение. Подавай заявление. Но два человека наши должны тебе сходить на дом. Познакомиться. На работу. И они будут за тебя ходатаймы. Поручители называется. Только так. И несмотря на это была образована община. И несмотря на то что с таким трудом мы допускаем. Еще больше половины уйдет. Потому что. Многим мне по плечу. Как недавно газета писала одна. Тут человек. Он меня знает больше 20 лет. Сергей Тепляков. Он председатель журналиста Полтавского края. К Лапкину говорит. В общину попасть нисколько не легче чем в отряд космонавтов. Тяжелее. А? Труднее намного. Понимаете как. Мы не зовем. Почему. Я людей направляю всех где бы ни был в храмы Московской Патриархии. А попы меня убивают. А меня это не касает. Это его работа. Это моя. И у меня в каждом городе есть и друзья. Которые звонят. Так и священники нас за это преследуют. Помогайте ему. Глядишь может быть он смирится. Староста в одной церкви уступает. У нас люди появились. Вы подумайте что они говорят. Они призывают жить по Евангелию. Да кто ж когда по Евангелию жил. Логично. Понятно? Вот. Священник один. Благочинный. Говорит вот люди у нас появились. Говорят жить надо по духу. А не по плоти. Это предатели какие. Это он зашел. А там два священника которые в алтаре. Они наши близкие. Они говорят. Отец Николай. Так апостол Павел говорит. Да ты что. Он открыли. Так они сейчас на меня же опять архиерею нажалуют. Это говорит благочинный. Старейший. Отец Николай Войтович. Ой. Баба родная. Я должен делать дело Божие. И прежде чем встретиться я должен взвесить. Стоит ли. Иначе я пошлю кого-то из братьев. Но так как вы не раз звонили. Читали книги. Это тот случай когда я пошел на личную встречу. Когда я насчитывал пленки. Люди приезжали из других республик. И у меня через один подъезд. В бараке жил. Жила сестра. И они у нее там ночевали. Были и ждали. Когда я выйду на работу. И тогда на работе только я приму. У меня нету минуты времени. Я поэтому. У меня время спрессованное буквально вот так вот. Когда я сказал что от меня две недели назад. Миша был аэро две недели или три недели назад. Я не помню. Ну две или три недели. Показали как в ютубе быть. И все ролики о нас. Я уже 480 выставил. В ютубе и в гугле. То есть в мировую сеть. И у каждой снабженно сопроводительной. Я когда сказал никто не может поверить. Еще раз сказал там у Сергея Тепляхова. Да не может быть там. Ну два три. Но не 480. 480. Уже выставлено. Они засняты. Они выставлены. И все это не какие-то наши собрания. Вопросы. Благовестия. По библиотекам. С детьми я занимаюсь. Я начальник создатель детского лагеря. 40 лет нынче исполнилось. Ровно 40 лет. Это. Я нигде ни за что ни копейки не получаю. У меня ничего нет. Вот я весь перед вами. Вот. Видишь. Это мое. Моя арка. Я живу этим. Я радуюсь. У меня все в достатке. Поэтому если вам это будет близко. Чтобы я больше вас не посчитал за какого-то юродствующего. Делайте знаки припинания. И вы дали повод не понять вас. Я согласен. Не понять. Я не сам стал. А дал другому прочитать это письмо. Я говорю прочитай. Мне кажется человек под юродиво играет. Я даже не пойму что ему надо. Вот какая штука. Так. Я с вами не говорю о деле. О котором они говорили. Там квартиру советовали продать. И купить там новенький где-то. Или какой дом. Я ничего не советую. Не советую. А сказали что вы советовали. Здесь чтобы квартиру продали. А там купили. Погасили долги. Дело не в этом. Они сами решили. Уже где-то сколько продают. В общем ко мне обратились в Павловске. Людмила. на советской там живет 191. Это подруга. Наталья Васильевна. И они там. Меня просто попросили. Встретились в храме. Познакомились с ней. И она попросила. Чтобы я подыскал им вариант. И так далее. Вот и все. А я так-то. Второй раз вот сегодня только видел. Наталью видел Васильевну. Видите. Она ко мне пришла. Когда-то мы с Наташей были очень близко знакомы. Очень близко. Они на квартире мы дали. Там жили где. Я знаю еще когда она была девчонкой. И все эти ее трагедии с мужьями. С чемпионом. Один на Эвересте погибает. На самой вершине. А этот по сплаву делал реки. Утонул как бревно. Пошел ко дну. Второй муж в ней. Я ее знаю. Но очень близко. И если бы она. Я говорю. А Валентина Павловна. В это воскресенье. То вчера она у меня была. И я говорю. Меня никто не просил. Никто не извещал. Ни о чем. Человека этого. Вас. Я не знаю. Какие мои советы. Мой совет один только. Молитесь. И Бог усмотрит. А он если не такой. Это ваши заботы. Вы долги издали. У меня долгов нету. Вот это вот книги. Чтобы издать все. Примерно это 14 миллионов стоило. Это на мне долг. Но долг такой. Которого тоже ни у кого нету. И беспроцентный. И второе. Если я умираю и не рассчитался. И никто никому не должен. Это понятно. Понятно как? Исключительно понятно. Все понимают. Представьте. В каждом томе написано. Версткой занимаюсь я сам. Набор набираю я. Я на каждой книге сэкономил 31 тысячу. А сейчас книги в три раза почти повысили стоимость. Переплет вообще изумительный. Ну она видно. Любой библиотекарь скажет. Я читаю. А мне нравится вот так читать например. Я так не читаю там это. Вот таким макаром. Всегда на весу. Так ей читать одно удовольствие. Да. Книги все на оффсетной бумаге. Все сшитые. Исключительно. Вот так. Так. Какие вопросы говорите? Я сейчас ухожу. У меня вопросов никаких в городе Гнати нет. Значит я могу вас проводить. С миром. Да. Ну посмотреть что стоит вот это вот. Вот это сейчас на сегодняшний день три тома полторы тысячи. Полторы тысячи. То есть чтобы проверить цену я один том взял и понес в магазин. Один том полтора. Один. Полторы тысячи стоит сегодня. Ясно. Первый, второй, третий том. Вот они. Половина тысячи. Ясно. Вы думаете что вот они так это. Посмотрите. Да ну о чем речь. Разно у вас. Это посмотрите. Это под флаг. Верхний, нижний, синий, красный. Это лучший в мире флаг. И вот из закладки точно так же сделано. Так вот тут желтый почему то я удивился. Белого то нету. Ближе к желтому. Первый, второй, третий. Понятно. Вот оно что есть. Это я догадался. Сразу. Вы поняли да? Прекрасно все понял. Ну вот если будет какое то там желание дальше. Ну звоните раз в неделю. Не чаще. Не больше двух минут чтобы было разговор. Ну я редко так звоню вам. Я помню. А давайте а? И так вам редко звонить. Ничего. Я знаю что занят. Я сам занятой человек. Если нужно будет на богослужение попасть. Скажите. Договоримся. Когда будет батюшка. Чтобы вы увидели. Пока будут там добиваться. Чтобы было такое же богослужение как здесь. У нас богослужение такое. Плюс приходили священники. Потеряевку. Патриархийные. Вместе служат. Наши архиереи. Мы в Покровском соборе. То есть после объединения мы признали. Но под патриархию мы никогда не пойдем. Это смерть. Это смерть. Патриархия. Когда спрашивают меня. Ну я в книгах написано. Ну какое определение. Один слов ложь. Двумя словами. Всегдашняя ложь. Тремя. Тотальная всегдашняя ложь. Отношения лживые между прихожанами. Между защищенником прихожанами. Между. На всех уровнях одна ложь. Они никогда правду не говорят. И не скажут. Я имею этот опыт. Так. Уходим. Так. Это надо было ложь, что ли? Пошли. Пошли. Все. Так. Теперь возьми. Пошли. Сейчас я вам покажу. Вот посмотрите. Вот это наша храмовая дисциплина. От торговли. Так. Говля категорически запрещена в храме в торговной ограде. В храме не разговаривают даже шепотом. Вам никогда это не сделать. Дальше. Построго обязательно для всех христиан оглашенных. И какие места откуда-то взяты. В алтарь мирянам и женщинам не входить. Свечи только чисто восковые, без малейшей примеси. Или натуральные. При возрасте оглашенные за детям выходить в притвор. Опоздавшие верно стоят в притворе. На молитве стоять благоговейно. Ноги вместе. Не подгибая, не оглядываться. Руки не держать сзади. Поклоны строго по уставу. Детям не создавать шум. Мужчинам не носить галстук. Женщинам мужской одежды. Вот местописание. Всегда быть в поясе. Рубаха на выпуск. Женщинам строго платок. У нас по два волоса. Совершенно закрыты. Руки закрыты до кисей. Край платья не выше 10 сантиметров от земли. Никаких украшений косметики. Им никогда не сделают. У них проходной двор везде. Дальше. Крещение совершается только над прошедшими катехизацию. Над истинно уверовавшим в Иисуса Христа. Местописание. В полное троекратное погружение. Обливание. Мочение. Закрещение не признается. И не уверовавшие. Непогруженные. Считаются некрещенными. Если не было троекратного погружения. Это обман. Апостольское правило. 50. Все таинства и требования совершаются бесплатно. Для неверующих не совершается ни крещение их детей. Ни отпевание других требований. Вот откуда это взято. Строго и во всем соблюдать главенство мужа. При подходе ко кресту к причастию. Без нужды три воскресных дня к ряду. Призревшие богослужения отлучаются от церкви. Табакокурение. Пьянство. Бродобритие. Бороду не подрезать и не задевать. Волшебство. Зрелище. Запрещены. За порядком храме наблюдает старость и стража у дверей. После окончания богослужения подойти к незнакомым. И вновь пришедшим. Кому разрешили. Оказать внимание. По возможности ответить на вопросы. А это вот более дополнительные вопросы. Расширяющие. Это вот как мы получили этот дом. Что пишет глава города. Вы видите нет текста. А ну-ка прочитайте. Уважаемый Гнати Тихонович. Так погромче. Уважаемый Гнати Тихонович. С большим интересом ознакомился с материалами, которые вы мне предоставили. В очередной раз прихожу к мысли, что заочное знакомство с человеком и его деятельностью не всегда отражает реальную картину происходящего. Ваша просветительская деятельность, ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения чувств патриотизма, любви к родине и ближним, ваши беседы и проповеди перед людьми, совершившими проступки и преступления, достойны уважения. Я сожалею, что решение вашего вопроса затянулось на многие годы, но в то же время искренне рад, что крестовоздвиженская община, которую вы возглавляете, теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв. Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верны Слову Божию. С уважением, глава городского самоуправления, ныне усопший Баварин. Баварин входил в десятку лучших мэров России. Хороший человек, был знаком с ним. Это вот дома, которые я получил, 11 лет шел в суд за то, что у меня было конфисковано. Уже никто не верил в это дело. И в дух решения Верховного Суда отменено было Президиумом Верховного Суда страны и перерешено в мою пользу. А вот на стадии исполнения опять тормознули, а здесь говорится, когда, кто, когда решение наконец получили. Вот эти два здания и 13 соток земли. А вот здесь краткая история нашей общины. У нас такие празднования, смотрите, отмещается день общины каждое воскресенье после 19 января. Вот, можно было приехать. 22 числа это будет. Вот, позвоните, можете там побыть с народом здесь увидеть. Дальше. В первое воскресенье февраля отмещается начало работы нашего сайта. Вот еще какой день. Пусть какая-нибудь община похвалится этим. Это наш бывший епископ. Теперь он отошел. Вот Баварин, когда он передавал. Вот Баварин, вот по рукам ударили, вот он пришел. Это передача дома была. Алтайская правда. Это для Слова Божия не туз, там все опубликовано. Это Бог делает так. Это вот я иду арестованный, там он крайне. Для Слова Божия не туз я тоже почитал. Да, там все есть. Так, мы уходим, одевайтесь. Я уже ушел. Всякое Слово Бога чисто. Видите, у нас везде надписи. Все говорят, так это как у сектантов. Так сектанты то взяли, это из Библии. Все взято оттуда, откуда надо. Не надо отсекать от себя здравую мысль. Никогда. Все, что у нас есть, это дар Божий. А смотрите, как заголовок какой. Когда это все было сделано, дал. И возвратил Господь к потере. И дал вдвое больше того, что Он имел прежде. Это мне. Это Бог так сделал. Конечно. Я думал, что не вдвое дал. А больше намного. Представьте, вот я сколько вел здесь занятий. Бог открыл двери. Я в пяти университетах только вел занятия. В десятках школ. Во всех техникум. В заводах, в фабрике. Во всех отделах милиции. В краевом и городском отделах УВД. И потом это регулярно, постоянно. Из месяца в месяц. Если Бог откроет, говорит, никто не закроет. Никто. А попы за мной гонялись, лгали. А у них ничего не получалось. Их просто отвергал уже сам народ. Так, выходим. Так, вопросы у вас не решены никакие. Не остались ничего? Нет. Вы получили, что хотели получить? Больше того, что хотел получить. Вы для чего спросили этот трехтомник? Вы хотели его иметь? Я хочу. Я подарю его. Я вам сейчас дам его, чтобы вы не с пустыми руками ушли-то. Стойте здесь. Я сейчас подойду. Вот, Евгений, смотри. Я захотел Маталью подарить. Держи. Открывай. Здесь 298 моих подарков. О них простить не много, священники. Ну, если что, я перешлю деньги или так, или сам приду. Ну, вы поняли, что вам разрешено. 20-го числа. Да. Заранее позвоните. Служба с восьми. Первое воскресенье. После девятнадцати. Это день общины. Будут выступать люди, как они пришли и говорят. Вы вживе и увидите живых людей. Так, уходим. Шапки нажимайте. Я уж там надену на улицу.